В начале 2022 года Ульяновские больницы получат шесть новых портативных кислородных станций. Об этом сообщил зампред областного правительства Сергей Кучец на правительственном часе в областном парламенте. Сегодняшняя эпидемиологическая обстановка в Ульяновской области, как и во всей стране, очень тяжелая. Ежедневно отмечается 350 новых случаев заражения ковидом. В тяжелой форме болеют 3%. В среднем для 10 человек в сутки болезнь заканчивается летальным исходом. Несмотря на то, что мы по некоторым районам, такие как Сурский, Радищевский, Барышский, Ульяновск, Вишкайма, Старокулаткинский и в Сенгелеевском районе, нам удалось достичь отрицательного роста, это также не является поводом для успокоения и снятия каких-либо ограничительных мер. Депутаты ЗАГС собрания доклад правительству выслушали и выступили со своими предложениями. К примеру, лидер единороссов Василий Гвоздев отстаивает необходимость в дополнительных выплатах врачам. Наша позиция, чтобы люди не выгорали, не бросали заявления, не убегали, мы однозначно должны ввести региональную доплату разным категориям людей, которые работают сегодня на переднем плане. Как бы это ни сложно было сегодня, давайте порежем любые другие отрасли. Депутат Володарский, в свою очередь, озабочен проблемами неоказания медицинской помощи в срок из-за нехватки персонала. Эту проблему депутаты намерены решить через привлечение студентов-медиков. Вы сами знаете, что дозвониться невозможно, потому что один человек и звонки принимает, и прием записи. Поэтому необходимо увеличить, поскольку во многих медицинских учреждениях всего лишь 40% медперсонал, а остальное 60% критическая нехватка. А вот руководитель соцблока областного парламента Сергей Шершнев уверен, что региону необходим новый ковидный госпиталь. Строительство госпиталь. Пусть он будет называться ковидным на данный момент. В дальнейшем это лечебное учреждение можно переперфилировать, чтобы действительно тяжело больные находились в своем месте. Одним словом, предложений поступило много от каждого политического блока. Депутаты договорились в течение 10 дней все предложения направить в правительство Ульяновской области. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.